И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик будет связан с вчерашними обновлениями в игре. Вчера у нас появилось, ну, довольно неожиданное, наверное, в какой-то степени обновление, которое должно было выходить уже значительно раньше, но всё же, возможно, в какой-то степени поздно, но оно появилось у нас в игре и внесло определённо жёсткие коррективы у нас в игре. И сегодня я хотел бы поговорить именно об этом. Это, наверное, один видеоролик из десяти, наверное, такой более разговорный. Минимальное количество таких будет выходить в последнее время. Но, друзья, если вам они нравятся, то вы можете тоже их поддержать. Поставьте лайк там, напишите в комментариях вообще, что вы думаете по этому поводу. Конечно же, сегодня я буду говорить о МК-7. Что это такое, с чем оно вообще связано и как оно всё изменило у нас, по сути, в игре, это, как по мне, если так вкратце сказать, нереальнейший дисбаланс на мультах, на аккаунтах, которые двигаются ближе к, там, условным говоря, там, звёздам, к бригадирам. Это просто до свидания. Это что-то с чем-то. И когда я увидел это обновление, я изначально вообще не хотел по этому поводу ничего говорить, ничего записывать. Потому что, ну, меня сгорело просто-напросто. Я увидел вот эту вот фигню и отлично понял, что... Хорошо, что я играю на Легенде. Не качаю сейчас никаких мультов. Как я раньше, помните, там, записывал кучу видосов, там, какие-то рубрики делал. Ну, оно потихоньку начало угасать, не стало это всё интересное дело. И я, как бы, на всё это дело забил. И когда выходит такое обновление... Сейчас вы видите, что у меня на Лейтенанте Хори Шапт М3. Это вооружение, которое у меня было М2, фулл выкачано. Сейчас его дали уже М3, то есть, было у меня, ну, как бы, М3 фулл качано. Его дали МК-7. МК-8 это типа М4 вооружения, которое у нас было до этого. И, грубо говоря, мне сейчас даже не надо поднимать звание, и я могу уже с данным обновлением иметь МК-8, то есть, М4 вооружение. Я, когда вот с самого начала увидел это, я был в шоке. Как можно изначально вообще сделать такое? Как можно сделать так, что, грубо говоря, на втором ворренте вы покупаете комплект Хори Фриза М2, если я не ошибаюсь. Раньше точно было-то что-то подобное по комплекту, может быть. Ну, там, не придирайтесь, если там вдруг я ошибся. Ну, допустим, второй воррент Хори Фриза М2 комплект. Вы выкачиваете его на М3. Происходит обновление. И вы получаете уже МК-7 вооружение, которое вы можете выкачать на МК-8. И потом подумайте. Приходят в игру новые игроки, которые имеют максимально печальные вооружения. У них там, ну, грубо говоря, там МК, вот сколько там будет? МК-3. У них МК-3. Ну, то есть, грубо говоря, М1 вооружение. Они приходят в игру, заходят на гибатор на втором ворренте с МК-8. Прикольно? Отлично. Гениальное обновление. Просто гениальнейшее. А потом, что-то проблемы с онлайном. Почему как-то так происходит. Для чего делать это? Просто объясните мне, для чего это делать? Я, безусловно, конечно же, сейчас, как только увидел это обновление, уже вот сегодня на второй шаг поставил, я начал качать. Я выкачаю, запишу видос, посмотрим, насколько будет нагибать М4 шафт на Лейтенанте. Мамонта еще надо покачать. Кстати, я про Мамонта как-то забыл. Я потому что на нем как бы особо не играл. Мне его тоже М7 дали. То есть, если я раньше, например, одевал вооружение со скинами Легаси, то есть, то, что я выбил скин Легаси и скин на шафт хтшный, ну, дабы выглядело оно красиво, потому что у меня было М2 вооружение, а на М2 оно как-то, ну, печально смотрится. А сейчас я могу вот так просто снять, а у меня им третье, как было раньше. Отлично? Супер. Давайте скатаем какую-то определенную катку, обсудим еще какие-то определенные моменты. Как я уже сказал, видосы разговорного плана в ближайшее время точно, ну, не планируется. Я как-то хочу больше уделить внимание сейчас видеороликам, которые связаны с игровой точки зрения, ну, и как бы из игрового видоса даже этого какой-то определенный кусочек по игре записать на мульте, в принципе, можно что-нибудь вам показать, при том, что вооружение довольно-таки неплохое, и когда я его выкачу на М4, я думаю, что полноценно еще какой-нибудь видос мы запишем и посмотрим, что вообще будет творить данное вооружение у нас в игре. Потому что, ну, я не знаю. Честно, мне даже как-то страшно заходить на какие-то маленькие аккаунты. Потому что я знаю, насколько большое количество есть старых игроков, которые оставляли там хорошие Аки на каких-то определенных маленьких званиях. И я уверен на 100%, что настанет тот момент, когда будет выгодно, например, зайти на таком жестком Аке, там, например, там какую-то катку там выиграть или еще что-то. По типу того, как у нас, например, в игре были ДМ-турниры, да? Вот по типу такого. И вы просто представьте, что будет делать такой аккаунт в игре. Наравне с теми, которые, например, игроки просто пришли в проект и, грубо говоря, вообще ничего не понимают, что нужно делать здесь. Как это работает? Это просто максимально печально. Я не вижу ни одного противника. Самая печальная темочка, наверное, на таких званиях это сводиться в прицел. Потому что здесь можно, наверное, 4 года просто искать и так никого и не найти. Потому что зачастую игроки на этих званиях просто-напросто стоят где-нибудь в углах карты и ничего особо не делают. Поэтому, по сути, даже, наверное, и сводиться особо не надо. Мне, конечно, не закинуло тут. К маленьким званиям меня закинуло повыше, но, грубо говоря, что я вижу? Я тут тоже вижу М2 вооружение, по сути. Это значит, что у них где-то МК... Сколько? МК5, наверное. МК6, возможно. Я не знаю, честно говоря, как оно там все это дело поменялось, но определенно у меня это вооружение, значит, намного круче, чем у них. Я поражен. Я просто поражен. От того, для чего вообще это делать надо было. Да, вы переходите, но хотя бы баланс-то нужно как-то сделать так, чтобы при всем этом балансе ну, не было таких вещей, что кто-то будет иметь нереально большое преимущество после таких обновлений. Как по мне, это ужасная вещь. И вообще, хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. То есть, если не смотреть вообще на мультов, да, не обращать на это внимание, но сейчас, как вы знаете, в игре у нас процент маленьких аккаунтов это, наверное, 90, а легенды это процент процентов 10 от тех игроков, которые у нас играют в игре. Это так вам, чисто для информации. И когда, грубо говоря, только 10% игроков на легендах, ну, ничего не поменялось у них, да, то есть у них там были М4 вооружения, стали там МК8, ну, то есть фулл прокачаны и все. Типа, ну, никакой разницы нет. Ничего не потеряли, ничего не получили, им пофиг, грубо говоря. То, когда такое на мультах происходит и когда все это выливается в то, что кто-то будет иметь нереальнейшее большое преимущество, у меня встает вопрос, а для чего это делать? Для чего делать вот этот дисбаланс? Это, ну, вот, примерно история, как с диктатором. Нельзя, что ли, подумать? Нельзя немножечко хотя бы как-то потестить, посмотреть, что вы делаете? Подумать, что у игроков есть уже фулл качаные м2 вооружения на небольших званиях, то, что они будут уже тотально доминировать за счет того, что им дадут просто нереальнейшую модификацию, которую они еще и смогут выкачать. Ладно бы, ее бы просто бы дали, да, то есть мне бы вот этот хори шафт, который у меня был м2шный, фулл прокачанный, то есть, грубо говоря, м3, мне бы его дали бы просто мк, сколько там получается, это мк6, наверное, или мк7, да, то есть, и все, и я бы его не мог качать до определенного звания, я бы согласился с этим, но когда у меня есть возможность сходу сейчас выкачать, вот сейчас вы видите дикорельса капитан, м3, да, дикорельса, хори гаусс, м3, на полковниках, которые качают его до м4, на таких званиях, ну это дико, это просто жестко, ладно, ладно еще полковники, ладно еще полковники, но когда такое будет происходить на уоррент офицерах, и когда спустя где-то месяц, два будут приходить новые игроки будут прокачиваться, и у них не будет такой вообще никакой возможности получения этого вооружения, тогда вы поймете, насколько печально все это дело выглядит, я удивлен, определенно, а теперь давайте выиграем катку, я уже сказал, давайте хоть что-то чуть-чуть игровое, это я тут только наговариваю, наговариваю, 40 на 42 мы сливаем, сейчас парень выйдет, в башку получит, нормально, было бы неплохо выиграть эту катку, я конечно на этом маке особо не играю, если не ошибаюсь, в войне тут немножечко звездочек только бил, но это мой единственный аккаунт, на котором имеется М3, скоро будет М4, шап, на основе у меня этой пушки нету, из-за принципа определенного моего, и поэтому если вам нравится, то я думаю, что даже параллельно игровым видосам на основе мы сможем записывать, например, видосы на форио шаптеем 4, да, если вам это будет интересно, то обязательно поставьте лайк, я пойму, что если там больше соточки у нас соберется, то стоит определенный записать видос более игрового плана на данном вооружении, потому что, ну, сейчас вы сами понимаете, что я, ну, не так сильно и упорно здесь делаю акцент именно на свою игру, хотя, в принципе, можно было бы немножко посерьезнее отнестись к этой катке, и мог бы я бы ее, наверное, даже вытащить, ну, а так, похоже, она слитая, 5 киллов у нас остается разница, и выиграть, наверное, уже не удастся хоть блин, в мост попал, так не видно было, если честно, сдалека стреляя, оказалось, что я стреляю чисто в танк, а оказалось, стреляю в мост, ну, и, конечно, резисты тоже на этом аккаунте, мы со временем будем прокачивать, я уже, в принципе, придумал, какие резы, и с такими обновлениями, я думаю, что у меня еще и будет определенная возможность выкачать резисты побыстрее, те, которые у меня сейчас имеются, которые я еще приобрету, и, возможно, возможно, это будет полноценный аккаунт с большим, с большим количеством фуловых резистов, и определенным вооружением фореша, я считаю, что это будет достоинно, вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился, не судите, если честно, строго, если скажете, что много тут воды лил, говорил по сути одни и те же банальные и простые вещи, но я хотел рассказать свою определенную точку зрения по поводу данного обновления, потому что многие ребята, которые смотрят видеоролики на моем канале, играют на легендах, и они, ну, может быть, ничего не понимают, что произошло у нас в игре, я сегодня хотел это все дело осветить, рассказать, и показать то, что в дальнейшем это будет нести только отрицательное отношение, можно так сказать, к игрокам со стороны даже тех же разработчиков, которые придумали эту идею и реализовали ее максимально плохо, просто максимально, поэтому как-то так, не забывайте прожимать лайки, подписываться на канал, ну, и давайте, если больше соточки данный видеоролик наберет, то мы еще покатаем определенно на этом аккаунте, на этом вооружении, в стиле игровых видосов, и будет все у нас в этом плане четко. С вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok